Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Шмелёва и Илья Кузьминков. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас снова видеть в нашей студии. Пришли вы с хорошими новостями. Буквально через несколько дней в Звенигороде начнется, откроется выставка живописи молодых художников Российской Академии Живописи, Вояния и Зодчества Ильи Глазунова. Вот хотелось бы сегодня подробно об этом поговорить и не только. Да, в этом году впервые мы проводим такую выставку большую, можно сказать, большого масштаба. И не случайно, что мы это как раз начинаем в дни празднования Дня Города. Поэтому это будет такой большой подарок для всех жителей города Звенигорода, также для туристов, которые смогут прийти на нашу выставку, посетить мастер-классы, пленеры и вкусить всю ту радость, которую можно увидеть теперь уже в самом Звенигороде в отеле Татьяна Прованс в выставочном зале. С 9 сентября мы открываем и выставка продлится целый месяц, до 10 октября. Где можно будет следить за афишей, за проведением мастер-классов, записываться, где получить всю эту информацию для тех, кто хочет более детально погрузиться? Ну, в первую очередь, конечно, все это будет вывешено в наших административных ресурсах. Все афиши, непосредственно все телефоны, на сайте администрации у нас будут билборды, где все можно будет увидеть и посмотреть. А также прийти непосредственно в Татьяну Прованс, там тоже будет висеть расписание. Илья, в чем уникальность этой выставки? Ну, выставка действительно уникальна для Звенигорода, для Одинцовского городского округа. Ну, я бы сказал, что это событие такого регионального масштаба, как минимум. Выставка называется, и там будут представлены работы молодых художников, студентов, аспирантов, выпускников. Но не надо этим смущаться. Это не значит, что это какая-то ученическая работа. Во-первых, это работа выпускников. Во-вторых, это работа выпускников Академии живописи, вояний, из отчества Ильи Глазунова. И все, что выходит из стен Академии, это уникально, и это событие. Потому что именно Академия Глазунова с старыми многолетними Ильи Сергеевича, которому, кстати, выставка в том числе посвящена памяти его 90-летию, которое относительно недавно было из-за коронавирусных ограничений. Они не смогли так масштабно, как хотелось бы отметить память этого события. Но вот эта выставка в череде, скажем так, таких мемориальных мероприятий. Так вот, Илья Сергеевич приложил огромные усилия на протяжении 10 лет для того, чтобы сохранить и восстановить школу академической живописи, которая практически утеряна во всем мире. То, что в России сохранена традиция худообразования академического в живописи, это наш на сегодняшний момент вклад просто в мировую культуру. Я был на открытии нескольких выставок подобного рода в европейских столицах, в Париже, в Риме. В Риме выставка выпускников Академии открывалась в галерее Витория Мануила в самом центре Рима. Это, если сравнить, это наш манеж центральный на Манежной площади. И она произвела просто фурор в Италии, в столице, в мировой столице красоты, эстетики и художеств. И общался с искусствоведами, экспертами. И они говорили, у нас этого нет. У нас нет этой традиции исторического полотна, исторической картины, многофигурной композиции. Вот эта академическая школа, то есть русская художественная школа, она почерпнула в Италии свое вдохновение, и основные традиции, и навыки. И вот она возвращает сейчас миру это. И вот такого же масштаба и уровня работы будут представлены в Звениграде, как, например, были в Риме, где я был на открытии. Поэтому людям, которые придут и увидят, это будет даже удивительно, что это какие-то студенческие, условно говоря, работы выпускников. Это просто образцы высокого художественного творчества. Полотна. Действительно полотна. Просто картина. Полотна. И именно Звениград вписывается, как нельзя, лучше в эту концепцию. Я правильно понимаю? Звениград вписывается в эту концепцию лучше, чем кто бы то ни был другой из городов Подмосковья. Во-первых, в Звениграде постоянно проходят пленэры. Студенты приезжают, работают. Сотрудничают с музеем. Да, Саустрожевский монастырь, виды города и так далее. То есть Звениград – это исторический город, который вдохновляет писателей, поэтов, художников. Да, веками. От Левитана и Чехова до наших дней. Поэтому, конечно, Звениград – это одна из таких культурных столиц в Подмосковье, безусловно. Поэтому это очень уместно. Исторический дух витает над каждым пятачком, над каждым сохранившимся деревянным городом посада Звениградского. Поэтому, конечно, это очень важно. Это в том числе и поддержка усилий всех здравомыслящих людей по сохранению исторического наследия и среды Звениграда. Ну и тема выставки. Тема выставки – художественное осмысление русской истории. Её такое второе название – подстрочник «Русь боярская». В работах можно будет увидеть изображения бытовых сцен русской жизни, пейзажей, архитектуры. Очень много внимания уделяется костюму. Женщина в русском обществе боярской эпохи. Всё это очень колоритно, живописно. И это, с одной стороны, художественное осмысление, где-то историческое осмысление, потому что все работы основаны на таком глубоком изучении исторического материала, кинального исторического материала. Ну и где-то философское осмысление, потому что что такое была русская жизнь в ту эпоху. Ну и такой, я бы сказал, эстетический восторг от понимания и восприятия Древней Руси. Он уместен очень в Звенигороде. Наталья, кого ожидаете на открытие? Ну, в первую очередь, конечно, мы приглашаем всех жителей Звенигорода, потому что это праздник для всех тех, кто проживает в Звенигороде. А вы знаете, что у нас огромное количество художников, поэтов, тех, кто будет этому рад. Ну и, конечно, мы ждём туристов. А, в первую очередь, из Москвы, поэтому рекламу мы также подаём на московские порталы для того, чтобы люди смогли тоже насладиться красотами, которые у нас есть в Звенигороде. Будет ли возможность у посетителей, у гостей, у туристов пообщаться непосредственно с художниками? С авторами работ, с представителями Академии? Художники будут присутствовать на выставке. Выставка, кстати, будет проходить с 9 сентября, с 16 часов она открывается, и до 9 октября, то есть в течение месяца. Поэтому кому-то удобно приехать в эти выходные, кто-то может приехать в будний день. Будут присутствовать авторы. Не всё время, конечно, там находиться. Не все авторы, но встретиться можно будет, безусловно. Но, тем не менее, будут предусмотрены такие встречи. Посетит выставку, безусловно, и Иван Ильич Глазунов, ректор, народный художник Российской Федерации, такой замечательный художник-живописец, продолжатель дела Ильи Сергеевича, Иван Ильич Глазунов. Будет у нас программа, особенно вот в эти выходные, когда будет проходить День города в Звенигороде, где у нас и 10-го, и 11-го, в пятницу и в субботу лекции преподавателей Академии. В субботу мастер-класс для старшеклассников и молодых людей, ну и для детей. Мастер-класс по живописи. Пленеры в Чеховском сквере, рядом с отелем Прованс, где будет проходить выставка. То есть, весь город, все это пространство, оно наполнится таким духом, эстетикой художественного творчества. Поэтому можно будет приехать, пообщаться, поучаствовать в мастер-классе, посмотреть, как работают художники, послушать, ознакомиться с работами, пообщаться с авторами. Ждем всех. Это первая такая масштабная выставка в выставочном зале Татьяны Прованса в отеле. Все-таки есть ли возможность и перспектива того, что после того, как эта выставка будет закрыта, будет открыто что-то новое? Все-таки как точка притяжения и туристов, и жителей, и гостей, она уже состоялась. Какое дальше развитие? Дело в том, что мы, как и говорили ранее, еще год назад развиваем событийный туризм. А событийный туризм – это, в первую очередь, очень хороший ивент, на который приедут туристы, которым будет очень интересно. Поэтому, конечно, мы будем это все развивать. И что будет дальше? Будет лучше. Это самое главное. Будет интересно. Мы непосредственно всегда общаемся и получаем такую обратную связь от наших художников, которые проживают в Зенигороде. Им тоже всегда прислушиваемся к тому, что хотят. И планируем в дальнейшем проводить уже такие вот пленеры, мастер-классы на больших площадях, масштабируя этот опыт, потому что, как показывает практика, очень успешно. И вы видите, что есть запрос? Да, конечно. У жителей из Венигород, наверное, за последние два года резко возрос интерес к этому городу. Ну, из Венигорода он разный. Кому-то нравятся выставки, кому-то хочется более таких камерных мероприятий, кто-то, наоборот, ждет Дня города, хорошие площадки. Просто нужно понимать, что сегодня из Венигород – это не только Савино-Сторожевский монастырь. Конечно. Это уже все гораздо шире. И я бы хотела еще к одному моменту подвести. Это, конечно же, знаменитые ярмарки, которые проходят, и праздники фестивалей, гастрономические фестивали, которые проходят в городе. Будете ли вы радовать этой осенью всех жителей округа? Ну, конечно, да. Уже ярмарки, фестивали, они вошли плотно в нашу жизнь. И достаточно посмотреть по тем фестивалям, которые проходят в Московской области. То, конечно же, в этом году у нас второй фестиваль «Зенгородский амбар», который пройдет также в эти выходные. И мы продолжим хорошую традицию по представлению продукции фермерской. То, что, может быть, тоже вкусно, интересно для наших жителей. Ну, просто календарно. Все-таки осень – время сбора урожая. Время, когда все хозяйки обмениваются рецептами. Хвастаются, не побоюсь этого слова, да? Кому удалось что вырастить? Илья. Да, ну, действительно, очень важно. И я хотел поблагодарить за эту администрацию, что мероприятия, которые прошли один раз успешно, не забываются, как это у нас часто бывает, не откладываются в долгий ящик, а традиции поддерживаются и возобновляются. Вот у нас зимнее наше мероприятие, новогодний, подмосковный умелец, уже в этом году будет третий. Звенегородский амбар. В прошлом году мы его так и называли первый ежегодный. Ежегодный, но первый. Сразу уже в названии было заложено слово. Да, ежегодный. Вот в этом году у нас второй ежегодный. То есть, опять же, традиция эта сформировалась, она была поддержана жителями, большой интерес был, была поддержана фермерами. К нам в прошлом году приезжали со всего Подмосковья лучшие фермеры с разной, со своей продукцией. Ну, и вот, собственно говоря, в этом году мы ее тоже проводим. Можем уже говорить, стала хорошей традицией. Конечно, осень – это сбор урожая, это, с одной стороны, свежие фрукты, овощи, с другой стороны, это сезонные. С другой стороны, это абсолютно правильно, это заготовки, гордость хозяйки, амбар. У кого-то большой амбар, у кого-то это балкончик, но так или иначе, русская хозяйка не может уйти в зиму, что-то в уголочке не сформировало в какой-то запас. Поэтому это сушенье, соленье, маринады, квашенье и другие виды, такие традиционные, заготовленные, заготовленных продуктов. Вот, все это у нас будет представлено, и грибы северные. Очень вкусно рассказываете. Просто и огурцы. Я думаю, что сейчас уже зрители, когда же, когда стартует Звенигородский амбар? Уже в эти выходные. То есть, 11 сентября? Да, стартует, а 12-го заканчивается. То есть, есть два дня у жителей, у гостей Денцовского городского округа возможность посетить уникальный ежегодный гастрономический фестиваль «Звенигородский амбар» и, в общем-то, познакомиться с теми фермерскими продуктами, достижениями Подмосковья. Да, да. Вы познакомились в прошлом году, уже вот прям… Ну, наверняка состав участников обновляется, и, безусловно, конечно, фермеры видят заинтересованность в них и хотят участвовать в таких мероприятиях. И они как бы у нас не просто поддерживаются, да, а у нас еще следует отметить, что, допустим, фестиваль «Подмосковный умелец» стал финалистом. Вышли мы в финал на конкурсе «Мастера гостеприимства», которые проходили в Нижнем Новгороде. Также вот сейчас мы вышли с видеороликом тоже победители среди окружного фестиваля «Льдивы России» по Центральному федеральному округу. Так что вот такая большая еще работа ведется параллельно. Хотел бы еще отметить, 12 числа, в воскресенье, наши друзья из культурного центра «Славич», это такие большие профессионалы, которые занимаются реконструкцией русского фольклора, проведут очень интересную программу тоже как раз в парке, в сквере Чехова у отеля «Прованс». Недалеко ходить не надо, может, и на выставку, и вот на эти мероприятия проведут очень интересную программу тоже мастер-классов по русскому танцу. В фольклорном мы будем водить хороводы, петь, плясать, играть в такие традиционные русские игры, смотреть на русских кукол. То есть такой вот будет русский пятачок базарный, представленный в том числе в таком культурном контексте. Устремляемся в Звенигород и проводим уикенд с пользой. Всего ждем. И со вкусом. И со вкусом. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Спасибо за интервью. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.